Приветствую вас на канале Level Up Разработчика. И это первый урок по созданию игр, так что держись крепче. Сегодня мы поговорим про идею для игры. Знаю-знаю, у вас наверняка уже есть одна такая или несколько, но как истинные разработчики мы должны уметь генерировать идеи десятками, правильно сохранять их, приумножать, уметь выбрать из них самые подходящие и, конечно, притворять жизнь. Так что поехали! Шаг первый. Без теории идей. В течение этого ролика и всей последующей жизни разработчика вам в голову будут приходить идеи для игр. В любой момент и в самых неожиданных местах. Поэтому вы должны быть готовы поймать все эти мысли в свое хранилище. Даже если они покажутся вам странными. Да, именно так поступают настоящие геймдизайнеры. Они записывают все идеи. Удачные, странные, провальные, крутые и безумные. Если какая-то идея не нравится вам сейчас, то спустя какое-то время она может стать настоящим артефактом. Сама по себе или в сочетании с какой-то другой. Для записи подойдут самые простые инструменты. Заметки в телефоне или отдельный блокнот. Постарайтесь давать каждой идее названия и разделять их между собой. Воспринимайте свои записи как огромное сборище ваших прислужников. Маленьких миньонов, которых вы сможете взрастить в целых титанов игровой индустрии. Ну или в Индии единорогов. Просто им нужно время и внимание, чтобы созреть. Итак, если ваш бестиарий уже при вас, то поехали дальше. Шаг второй. Направление мысли. Сложно придумать идею из ничего. Она не возникает из пустоты по волшебству. Нашему мозгу нужно от чего-то отталкиваться. И лучше всего тут, как ни странно, помогут ограничения. Ограничимся же тем, что знаем и умеем сами. У вас есть определенные скиллы. Начнем с очевидного. Может быть вы уже умеете рисовать. Значит в игре можно сделать упор на графику и графические новеллы. Или игры с яркими художественными образами. Любите читать и рассказывать истории? Значит стоит взяться за текстовый квест. Изучаете какую-то профессию или уже работаете не один год? Значит вы знаете то, о чем многие представления не имеют. Попробуйте превратить профессиональные навыки и знания в идею для игры. Даже самые скучные процессы могут образовать увлекательный геймплей. То же и с увлечениями. Нравятся автомобили, езда на скейте, сериалы. Просто нравится есть? Возьмите любые элементы из того, что интересует, упростите их и превращайте в игру. Запишите свои скиллы. Спешу вас порадовать. Все это время вы играли не зря. Эти долгие часы у экрана ваш уникальный игровой опыт. Превратим же его в преимущество. Ответьте на вопрос. В каком жанре вы разбираетесь лучше всего? Какой тип игр вы не можете пропустить? Какие игры вы знаете просто вдоль и поперек? Запишите жанры, которые вам по душе. Это тоже поможет определить направление мыслей для создания идей. Здорово быть одиночкой и уметь делать все, что нужно для разработки игр самостоятельно. Однако в команде дело идет куда быстрее и шансы растерять боевой дух значительно уменьшаются. Вместе проще генерировать идеи и приходить к удачным решениям. А кто-то из друзей или знакомых может обладать навыками и знаниями, которые и натолкнут вас на нужное направление. Поэтому задумайтесь, с кем вместе вы можете начать этот путь. Да, у многих тут возникнет вопрос. Где найти единомышленников, таких же заряженных на разработку, как ты сам? В конце ролика я расскажу классный способ отыскать таких людей. А пока напомню про лайк и подписку, от которых зависит развитие этого канала. Заранее благодарен. Поехали дальше. И для начала мы преобразуем выбранный жанр в casual либо hyper casual. Зачем это нужно? Казуальные игры минималистичны. У них интуитивно понятное управление. В них используется одна или несколько простых механики. И это именно то, что нам нужно для начала. Такой шаг значительно упростит нам работу. Мы реализуем базовые возможности игры, проверим, насколько все получается интересным, а уже потом будем наращивать количество механик и глубину геймплея. Просто представьте, как может выглядеть выбранный вами жанр на минималках. Мобильный рынок заполнен упрощенными вариантами сложных жанров. Так что вы точно найдете пример для вдохновения. Запишите, упрощенный вариант какого жанра вы выбрали. Вам в голову уже могли прийти какие-то идеи. Не забывайте записывать их в свой бестиарий. А если муза вас еще не посетила, то по крайней мере нам удалось сформулировать направление мысли. Поехали дальше. Шаг 3. Генерация идей. Сейчас мы превратим вашу голову в фабрику по производству идей. Для этого проведем мозговой штурм. Подготовка. Итак, нам понадобится Выбрать удобное место. Там ты сможешь спокойно поразмышлять или обсудить все с другими участниками. Минимум 30 минут времени. Эй, твоему мозгу нужно время, чтобы разогреться и отказаться от шаблонного мышления. Убери все, что может отправлять тебе уведомления или отвлечь другим способом. Отвлекаясь, будет сложно достичь нужного результата. При помощи ножниц и пары листов бумаги вырежи карточки или используй специальную бумагу для заметок. Найди маркер или фломастер. Возьми пароль листов бумаги для записей. Формат А4 хорошо, но чем больше, тем лучше. В идеале использовать маркерную доску. Но если такой нет, отлично подойдет электронная. Например, МИРО. Генерируем случайное слово, от которого и будем отталкиваться. Предлагаю сделать это тут. Итак, у меня выпало слово ТАЙНА. Крупными буквами записываем его в самом центре и обводим. Пишем ассоциации. Сейчас отключите внутреннего критика и накидывайте слова, ничего не фильтруя. Начнем с пяти близких ассоциаций. Думаю, подойдет... Вопрос. Ключ. Приключения. Наука. Неизвестность. Теперь накинем по три ассоциации к новым словам. Тут у меня получается... Сокровища. Противники. Остров. Прогресс. Телескоп. Математика. Сундук. Дверь. Отмычка. Страх. Космос. Ктулху. Ответ. Символ. И... Решение. Записывайте даже самые странные ассоциации, пока не наберете 20 штук. Пришло время карточек. Выпиша на них все получившиеся слова. Как только ты закончил, пришло время самого главного. Столкновение. Это главная часть мозгового штурма. Перемешай карточки и вызени две случайные. Мне попались... Противники. И... Математика. Теперь нужно придумать три простые идеи для игры, исходя только из этих двух слов. Первое, что приходит в голову... Решая простые примеры, мы наносим урон противникам. Второе. Цифры. Это наши враги. Когда наносишь урон по цифре, она распадается на более мелкие и менее опасные цифры. Гениально. Третье. Играем за учителя математики. Нужно получить зарплату и выжить. А нет, стоп. Слишком реалистично. Нужно ставить оценки с бегущей строки. Хорошим ученикам четверки и пятерки, а засранцам двойки и тройки. Главное не перепутать, иначе начнется хаос. Итак, повторяйте столкновение, пока суммарно у вас не будет записано 15 идей. А если можете больше, то продолжайте перебирать пары карточек, пока они не закончатся. Кстати, если выпавшие слова слишком близки по смыслу или слишком далеки, то эту пару можно пропустить. Но сначала попытайтесь приложить усилия и попробовать. Теперь переходим к фильтрации. Отбираем самые лучшие из получившихся идей. Ответьте на вопрос. Если бы у вас была возможность поиграть в 6 игры списка, какие бы вас зацепили? А когда определитесь, выберите только 3 самых интригующих. Все идеи, которые вам в целом понравились, обязательно внесите в ваш бестиарий. Финальный отбор. Теперь мы вкратце опишем 3 идеи, чтобы определиться окончательно. Мне понравилась идея про нанесение урона с помощью решения простых примеров. На ней все и покажу. Итак, сначала базовая информация. Жанр и сеттинг. Что ж, у нас будет казуальная фэнтези-рпг. Теперь история, объясняющая, почему игроку нужно действовать, если такая требуется. Хмм, злой король запретил простым людям считать. Герой отправляется к дворцу короля и использует математику как магию, чтобы побеждать врагов. Как-то так. Теперь определим геймплей. Отвечаем на вопрос, что будет делать игрок большую часть времени и какая у него цель. В моем случае игрок решает простые задачки, чтобы наносить урон противнику. Он собирает комбо из правильных ответов, чтобы ударить еще сильнее. Он проходит уровни и получает награды, а за накопленные монетки улучшает персонажа. Что нового будет появляться в игре, чтобы игрок не заскучал? Монстры будут становиться сильнее, задачки сложнее и вариантов прокачки тоже будет становиться все больше. И последний пункт. Выбор. Как только ты закончишь, сравни описание получившихся игр. Подумай, какая из них потребует меньше арта и кода. Возможно, сейчас лучше выбрать именно ее. Ну или выбери ту, которая кажется тебе более интересной, несмотря на большую сложность. Если ты все же теряешься в сомнениях, расскажи друзьям о каждой идее и спроси, во что бы они хотели поиграть больше всего. Но помни, решающий голос все равно за тобой. Подведем итог. Чтобы придумать идею, тебе нужно 1. Завести бестиарий идей и добавлять туда все новых обитателей. 2. Понять, в каком направлении мыслить, оценив свои навыки и способности. Возможно, найти союзников. 3. Провести мозговой штурм. 4. Выбрать лучшую идею. Как обещал, напоследок расскажу, где найти единомышленников для разработки. 1. Покажите своим друзьям тот ролик про создание игр, который может их вдохновить. Я бы, конечно, посоветовал этот. Если они зажгутся, то команда готова. 2. Давайте общаться друг с другом. Это видео чаще всего смотрят начинающие разработчики. Такие же, как и ты. Всегда можно написать о том, что ты ищешь команду. А еще я специально создал телеграм и тикток канал, где вы можете общаться друг с другом в комментариях и образовывать команды. Го туда! В следующем уроке мы поговорим о том, как написать настоящий геймдизайн документ, по которому мы и будем делать игру. Желаю удачи с мозговым штурмом! С тобой был LevelUp разработчика. Учись, делай хорошие игры и увидимся на следующем уровне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok